Опять же, все решает камера, которая у вас есть. Полный провал. Если говорить про видео, видео должно быть обязательно вертикальным. Я не знаю, в 2000-х, может, годах такую инфографику делали. Всем огромный привет, с вами Вадим. Давайте разберемся в последних изменениях на платформе Valbris, которые связаны с инфографикой. Много шума, много разговоров. Хотелось бы по факту разложить, как оно есть. И дополнительно, бонусом, разобрать несколько карточек товаров. А с точки зрения, насколько корректно-некорректно оформлена инфографика. Поверьте, там есть что обсудить. Присаживайтесь поудобнее. Погнали. Что нельзя наносить на фотографию, которая будет размещаться в карточке товара? Черным по белому написано, что нельзя указывать цены, QR-коды, скидки, контакты, ссылки на сторонние сайты, оценочное суждение, например, хит-продаж, лучший из всех лидеров и так далее, вознаграждение за отзыв, количество проданных товаров и вообще призывать каким-либо действием через фотографию нельзя. Я привожу вам наглядный пример. Допустим, здесь селлер решил, что помещу QR-код, пусть по нему со мной свяжется. В другой карточке товара отметили лидер продаж. Кстати, и в первой карточке тоже написано топ-продаж, просто на другой фотографии. Так делать нельзя. Некоторые карточки товара по-прежнему живут. Да я бы так сказал, что многие карточки товара живут банально. Валбрис не справится всех перебанить, поэтому это остается, но лучше от этого избавиться, если на ваших карточках товара до сих пор есть топ-продаж. Другое дело, если вы распечатаете визитки и на них оставите свои контактные данные, эти визитки раскидаете в индивидуальную упаковку товара для того, чтобы покупатель, если будут какие-то вопросы, с вами связался. Правда, на визитке не нужно писать, что вы там дадите 100 рублей за отзыв, потому что это запрещено согласно аферте. Теперь, пуканодробительное изменение, которое касалось фотографии, теперь якобы фотки нужно делать на белом фоне. Валбрис ввели новый функционал под названием рекомендации для фото. Как видите, здесь все изображено. То есть, по идее, это рекомендации, что нам нужно сделать, чтобы улучшить, чтобы товар не сливался, точнее наоборот, не терялся в общем каком-то фоне. И когда я делал часовой выпуск, обновленную по шаговой инструкции, там как раз-таки импортировал карточку товара и в этой карточке товара у меня высвечивались рекомендации. Я не нажимал на восклицательный знак, но там конкретно будет написано, что можно сделать. Например, сфотографируйте товар на однородном фоне. Цвет фона должен отличаться от цвета товара. Опять же, обратите внимание, что это рекомендации для фото. Это не ограничение. Это пока еще не в правилах аферты. Возможно, это ведут, а возможно, не отгадать. Мы можем здесь сколько угодно. Сейчас пока можно оставить фотки, которые у вас есть. Но если там будут рекомендации, вы можете поэкспериментировать и посмотреть. Действительно, может быть, продаж станет больше от того, что вы сделаете фотки на белом фоне. А теперь я посмотрю несколько карточек товара и дам свои комментарии, чтобы я изменил, чтобы я улучшил. Фотка у нас клатч. Здесь какой минус? То, что сам товар очень сильно сливается, в принципе, с фоном. Я не знаю, зачем используется цветок, нитки слева. Как бы мне это непонятно. Ладно, карточки запихнули в качестве примера. Это нормально. Идеально ровные швы и края. Лазерная резка. Но в таком случае я бы сделал такую, знаете, приближенную фотку. И именно там, где вот прошивка, я бы сделал фокус, чтобы фон был размыт. Но для этого нужна качественная техника. Потом движем дальше. По размерам я бы указал все-таки. Вот тут написано 20-11 белый свет. Не совсем удачно для такого фона. И все-таки хотелось бы горизонтальное и вертикальное обозначение в виде стрелочек, пунктиров. Что вот это вот высота, а точнее длина, а это ширина. Ну или наоборот. Короче, обозначения немного не хватает. Показать материал, из которого произведен клатч, это хорошая идея. Просто можно было бы сфоткать как-то тоже вблизи. Опять же, все решает камера, которая у вас есть, если это телефон. Мужская рука здесь, ну, не знаю, мне бы хотелось видеть лучше без рук, как оно есть. Если мужская рука, то уже в демонстрации этого клатча, я видел фотографии, люди фоткают прямо на улице, с лицом молодого человека, который держит такой уверенный, подкачанный, с бородкой. Ну, короче, понимаете, да? Последняя фотография. Здесь может вести заблуждение покупателя. Покупатели не все думают головой. На самом деле, как показывает практика, подарочная шкатулка. Человек может подумать, что эта шкатулка входит в товар. Хоть и написано, что отдельным артикулом, но это непонятно. Поверьте мне, у меня брошка продается без коробочки. И в описании, и в комплектации, точнее, в комплектации написано «Брошь сова одна штука». Все. Мне оставили отзыв 4 звезды, хорошо, хоть не 3, и написали, что нету коробочки. Хотя, якобы, в описании заявлено, чем думал человек, что вообще там читали, потому что на самом деле у меня ничего не написано. Поэтому вот такая фотография может завести в заблуждение, будет отказ, покатушки, плохой отзыв. Так что лучше таких фотографий избегать. Как мне кажется, такой клатч нужно фотографировать на белом, либо на черном фоне, потому что красный цвет сам по себе, ну, бордовый, он довольно пестрый, яркий, поэтому нужен более такой ровный и спокойный оттенок. Следующая фотография очень пугает. Я не знаю, в 2000-х, может, годах такую инфографику делали. Смотрите, короче, здесь взяли какой-то очень яркий фон. Это вырезали, это все сливается, это все очень некрасиво. И ликвидация цена за 5 дней, так вообще писать нельзя. То есть, понимаете, уровень, да, ну, это никуда не годится. Здесь, я думаю, без комментариев вы сами видите и понимаете, что такая инфографика, ну, это просто жесть. Как вы думаете, какой товар продает следующий селлер? Тетрадка, разукрашка или какой-то галстук, например, да, действительно, они продают галстук. То есть, именно так выглядит карточка товара с галстуком. И именно так она не должна выглядеть. А еще есть вертикальное, точнее, горизонтальное видео, вот такое вот с анимацией. Это полный провал. Если говорить про видео, видео должно быть обязательно вертикальным. Также желательно убирайте звук. Звук оставляйте только в том случае, если нужно показать, как устроен ваш товар. Ну, то есть, если он издает какой-то звук для того, чтобы это было понятно, чтобы было больше понимания у покупателя. Если же у вас звук не принципиально не нужен, не нужно накладывать какую-то мелодию, да, спокойную на фортепиано. Просто его уберите. Потом, если мы говорим про галстук, то более корректно все-таки было бы сфотографировать галстук на каком-то однотонном фоне и сфоткать его непосредственно на ребенке. Если есть такая возможность, то есть, в костюмчике, в белой рубашке, если не хотите показывать лицо, можно сфоткать так. И обязательно сфоткать как и внешнюю сторону, так и внутреннюю. А в качестве кстати, для галстука можно было бы записать видео с инструкцией, как завязывать галстук. Это, по-моему, классная идея. Можете отписать в комментах, что об этом думаете. Но мне кажется, это прикольно. А вот, кстати, еще одна карточка товара с галстуком. Здесь уже гораздо лучше фотография, понятно, но мне не хватает, например, фотографий. Всего лишь фотка одна. Я бы хотел посмотреть, как галстук выглядит сзади. Вот рядом еще с галстуком что там, платок он входит или нет. А, да, сейлер молодец. В описании указал, что еще входит платок. Я бы больше сделал фотографии и именно отметил, что платок в подарок, все дела. Можете написать в комментариях, что вы думаете по поводу вот такого вот разбора и моих комментариев. Есть что добавить, может, чем-то не согласны. Пишите, жду комменты. Подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. Жмите на лайк. И на этом канале скоро выйдут еще новые интересные видео про товарный бизнес на маркетплейсах. И мой личный опыт там. Пока.